Средневековый хлеб начнут выпекать в Беловежской пуще, в заповеднике воссоздадут быт наших далеких предков. Там строят новую очередь археологического музея под открытым небом. Кроме пекарни появится кузница, жилища и даже огороды, а жители старинного городища сыграют актеры. Комплекс строят по древним технологиям. Первые там побывала наша съемочная группа. Делаем так, как делали наши предки. На этой стройплощадке работают максимально примитивно. Из материалов глина, мох, бревна и тростник. Именно так строили люди эпохи раннего средневековья. Бревенчатое жилище возводят на месте древнего городища. Как именно строить, подсказали предметы, найденные во время археологических раскопок. Крыша на данном здании выполнена из тростника, тоже с элементами обмазки. Глина изнутри для гидроизоляции лучше. Все как в старину, и глина предотвращала возгорание еще. Это являлось таким универсальным материалом, который можно было добыть практически везде. Интерьер также аутентичный в каждой детали. В раннем средневековье металлические гвозди уже появились, но были очень дорогим материалом. Поэтому их заменяли на бюджетные деревянные. А большие балки скрепляли между собой прочными еловыми корнями. На площадке строители работают в связке с учеными. Исходя из археологических данных и находок керамики, на которых были изображены различные орнаменты, узоры, мы таким образом вот эти прекрасные узоры наносим охрой на элементы внутреннего помещения. Аналогичный комплекс находится в сотне метров. Это первый в Беларуси археологический музей под открытым небом. Объект открыли в прошлом году, и он отражает культуру и быт другого периода, бронзового века. По словам сотрудников нацпарка, в новом проекте будет еще больше интерактива. Вот в таком доме жили наши предки полторы тысячи лет назад. Всего в новом музее возвели 8 жилых и 10 хозяйственных построек. Есть кузница и пекарня, в которые испекут хлеб по старинным технологиям. Его смогут попробовать все желающие. В ближайшее время в музее Скансоне появится еще 16 строений. В некоторых из них в витринах выставят экспонаты с раскопок. И кроме туристов сюда будут водить студентов исторических факультетов. В ранних славян у нас будет представлено две археологические культуры. Это пражско-корчагская археологическая культура. Первая единственная культура, известная как славянская. Ну и как продолжение этой культуры это лукорайковецкая культура. Все они, эти археологические культуры, были распространены на территории Беларуси. Новый музей оживет в мае. В Хлева поселят и домашний скот, а еще разобьют огороды. Поработать в средневековом хозяйстве предложат и туристам. Мария Тройнич, Николай Ковлев, Агентство теленовостей, Каменецкий район.